Вот реально, спасибо за эту функцию, спасибо Особо крутить не приходится Но я мог решить вопрос за 100 рублей Андаторовая шапка может не влезть После того, как встает, мы слышим писк Когда вы жопу нагружаете Ну все, думаю, попал А также не очень еще приятно здесь что-то Мне пришлось бы самому перемотать, но это жесть И работает он неплохо, но Я купил чуть дешевле ее Но еще одна болячка Сейчас я вам ее продемонстрирую Это что за штуковина? Мы, простые обыватели, можем так сделать Реагенты, не реагенты Очень удобно, просто Я просто без ума от этой функции Ребята, всем привет Вы на канале Роман Го И если вы думаете, что вы можете Уйти отсюда без наказанного Без лайка, без колокольчика Без подписки, то вы ошибаетесь Можете спросить у хейтеров Точнее у бывших хейтеров В общем, делаем простые движения под этим видосом И погнали Сегодня я показываю свой автомобиль Это Subaru Outback Кузов BR 2011 год Пробег уже за 300 тысяч километров То есть я покажу вам реально В каком состоянии эта машина Расскажу технически Также внешне посмотрим кузов Ну и вообще в принципе по модели Сегодня у нас прекрасное январское утро Теплая погода такая солнечная Вообще это редко Обычно когда тепло Снегопады у нас жесткие вообще А снегопады это стихия этой машины Это у нас называется Subaru погода В отличие от прошлого обзора Я бампер не отрывал Да и вообще тут мне кажется Сложно оторвать бампер Машина у нас универсал Повышенной проходимости называется То есть есть точно такая же машина Subaru Legacy Это обычный универсал Тут значит поставили колеса побольше Ну примерно размер Как и на кроссовере Там типа на CRV 225 на 60 Но еще 65-ки сюда залазят 17-й диаметр И я так понимаю Повысили клиренс Там я не знаю Ну конечно не проставками Как-то заводскими так сказать методами Это мы простые обыватели Можем так сделать Конечно побольше проставки И все уже у нас жив Но по итогу что мы получаем Клиренс достаточно большой Здесь в районе 20-ки По паспорту прям идет То есть это больше чем на той же CRV Такого же года допустим Или вот даже 14-го года у меня была CRV У нее по-моему вообще 175 клиренс Ну то есть универсал универсалом Но он реально повышенной проходимости Тачка уверенно себя на дороге чувствует Мотор здесь 2,5 литра И я вам скажу Она дует буддаров Я не знаю Здесь бывает 3,6 еще В этом кузове Блин куда вообще Куда Она просто бешеная Оппозитный стоит мотор Вот видите Здесь ничего не мыл Чтобы вам показать Также Машина ездила по дорогам Вологодской области В основном То есть в 12-м году ее купили 11-й год машины Состояние вот такое То есть смотрите В принципе не ржавчины Здесь под капотом Ничего нету Все тут это обслуживалось Все нормально То есть масло Вот я смотрю Заливали 4,6 литра 5V50 Мобил 1 Там еще От Мотуля Эту баночку Оставили Но масло не хавает машина Ну я ехал 110 км в час А это получается Ну там 2000 оборотов Он все на холостых ехал Вот по трассе именно Да Я перегонял эту машину Мы с сыном ее когда покупали Это считаю на холостых То есть расхода не было Сейчас по городу тоже Особо крутить не приходится Но расхода нет Масла в общем ГРМ здесь Это не рекламный ролик Скорее всего Если вы видите это видео Она уже Продана А точнее может быть Даже и обменена Так небольшой спойлер Это не рекламное видео Но вот Рассказываю реально как есть Вроде там и ГРМ у нее Ну то есть за тачкой следили Это у нас универсал А поэтому Смотрим багажник Потому что он тут есть Как вы знаете Кто смотрит мой канал Я в последнее время Начал изучать рынок Японских Праворуких автомобилей Кейкаров А там багажник Это такое условное понятие Ну вот смотрите Такая вот ванночка У нас есть Блин Вот так вот все у нас выглядит Запаска Бананчик Но большого размера Ну герметик Разумеется Все там Все четенько Домкрат Домкратом я кстати Пользовался Когда колеса на дисков У меня были Снимал лето А одевал зиму Но потом все равно Обращался на шиномонтаж И кстати Когда я обратился На шиномонтаж Возникла такая дискуссия Знаете С шиномонтажником Ну с мастером Универсал это Или внедорожник Или как джип Даже меня хотели посчитать Но в итоге Удалось отстоять свое И вместо полторы тысячи Я заплатил там Тысячу восемьдесят Примерно А менял я здесь Не резину Как это обычно бывает А диски То есть На этих дисках Была летняя резина А второй комплект литья Он не родной Тоже субановский Но с форика И машина уже как-то Не так на нем смотрится Поэтому я решил Одеть диски Оригинальные Аутбековские И знаете Я не прогадал Также такие обсуждения Возможны На автомойках Ну везде я думаю Где класс машины Имеет как бы цену Везде вам можно будет Это обсудить Здесь у нас крючки Крючок один Не защелкивается Второго вообще нету Ну вот показываю Как есть А это ручки Это не чтобы открывать багажник А для того Чтобы складывать сидение То есть Вот нажал Сложилось Блин против света Надеюсь сейчас нормально Будет видно Нажал Все резко Резко четко все складывается Полочка у нас Вот такого вот вида Ну и с той стороны Вот такая висюлька Там есть Она вот грязнится Очень сильно Кстати В багажник этого автомобиля Владит Полностью 4 колеса Заглянем на задний ряд А здесь у нас Что имеется Значит воздуховоды Воздуховоды такие То есть можно Все это порегулировать Дело Сеточки Также подлокотник С подстаканниками Подголовники двигаются Ну понятно Стеклоподъемники Кожа конечно Вообще Это просто шикардосина Подушки безопасности Ну точнее Вот шторки В стойках Понятно что подсветочка Вот здесь по ремням Можно посмотреть Одиннадцатый год Все четко Все бьется Это что такое Это что за штуковина Это усилитель что ли Блин я не знаю Даже подключен он или нет Ну мультимедиа система Сейчас я вам продемонстрирую Она здесь тоже Очень и очень Водительское сидение У нас с электроприводом Назад вперед Вверх вниз Также передняя часть подушки Вверх вниз Это наклон спинки И это поясничный валик То есть достаточно лухури Но это еще не все Есть у нас память сидений То есть нажимаем И все Сидение само вот едет В то положение В которое запрограммировали После того как встает Мы слышим писк Кстати табличка смотрите Она даже не то что на английском На японском Но еще есть арабская вязь Прикиньте Вот бы на русском еще было Также на водительской двери Стеклоподъемники Все понятно Это один авто Здесь у нас отключается Курсовая устойчивость А значит она есть Это у нас электронный ручник Смотрите как он работает Нажимаем на кнопку Так сейчас затронем от солнца Вот загорается красная лампочка Чтобы снять с ручника И он кстати работает Вот смотрите Реально Вот я жму газ Машина она аж проседает Смотрите Для того чтобы снять с ручника Нужно на себя дернуть Так на себя по-моему Да-да Да? А не подождите Ну-ка Надо наверное на D поставить Да вот Там слышно как этот электропривод Он убирает ручник Дальше что у нас тут есть Зеркала складываются Одно Второе Приятная опция Ну понятно регулировка Это яркость я так понимаю Приборной панели Блин вот этой кнопкой Ни разу не пользовался Это помощь при подъеме То есть вот когда включаем Загорается зеленая лампочка На приборной панели И вам машина помогает То есть прибегает японец какой-то Когда вы начинаете трогаться в горку И вас толкает сзади То есть машину вы купили в 11-12 году А заботятся о вас продолжают Практически весь срок эксплуатации Пока вот эта система Она не навернется Я пьяная Очень сильно Но она навернется не скоро Потому что посмотрите Ошибок тут нету Никаких ни чеки, ни мекки Ничего не горит Посмотрите внимательно На приборное табло Вот смотрите Это расходомер Это не температура двигателя Это не масло, давление, ничто Иное Это как расходомер То есть здесь машина показывает Мгновенный расход топлива Когда едешь по трассе Расход где-то 7-8 литров Этот расходомер примерно на середине Может чуть ниже Когда валишь или стоишь На данный момент мы стоим Просто в заглушенной машине Он показывает конечно просто по Максбету Максималка Дальше у нас идет тахометр До 8000 оборотов И здесь на солнышке Видно кстати Какие лампочки Здесь могут загораться То есть отключение Вот видите Курсовой устойчивости АВД Это когда ошибка По полному приводу АТОЛТЭМ Это температура масла Видимо в коробке Ну наш любимый Джеки Чан Аккумулятор Масленка Это открытые двери Кстати машина показывает Какая именно дверь открыта То есть Вот видите Слева Дальше по лампочкам подушки Корректор фар А он здесь электронный То есть электронный корректор фар Когда вы жопу нагружаете Допустим У вас фары вверх задираются Да А здесь электронный корректор Он автоматически опускает вниз Дальше ручник Это что-то паркинг Зачеркнутый Ошибка видимо по ручнику Так Еще одна масленка Там одна была АБС Это видимо Электроусилитель руля А здесь электрический усилитель руля Стоит И работает он неплохо Но Сразу же подойдем к болячке Автомобиля К первой О которой я вам расскажу А это именно Электрорейка Она здесь стучит Много копий об этой сломано Но В принципе Она ездить не мешает На скорость не влияет На машине вы не встанете Насколько я изучил этот вопрос Но Проблема имеет место быть И все люди Которые ищут этого аутбека БУшного Они сразу спрашивают Стучит ли рейка И если стучит Они вот так вот Ай-яй-яй Их это очень смущает Но они знают Что есть такая болячка Что у всех она стучит И все равно Они негодуют Когда узнают об этом Кстати здесь Знаете На холодную бывает Что-то повастукивают Потом перестает звук Вот реально Иногда не постукивают Ну Такого что что-то Бринчало бы стучало Жестко Прям в руле давало Такого нет Ребята Обзор будет не короткий Сразу Вот просто Я еще даже не начал А видите Сколько хронометража прошло Потому что здесь кнопок Просто еще уйма Здесь как в самолете Даже на руле Посмотрите Во-первых Заглянем за руль Это лепестки То есть можно переключать Лепестками передачи Конечно никто Этого никогда не делает Это нахрен не нужно Но их ставят сюда Даже в моей второй машине Которая у меня сейчас есть Это Хонда Н-бокс Который 0.66 Объемом В ней тоже есть Лепестки И все подряд И курицу он режет Смотрите Можно подключать телефон По блютузу Это круиз контроль Моя любимая опция Причем загорается не лампочка А вот здесь вот там Мини экранчики Что круиз включен Это моя любимая опция Это быстрее Медленнее И отключение Соответственно Вот видите Хоп Я круизом постоянно пользуюсь По трассе Мне это очень нравится Ну вот реально Спасибо вот за эту функцию Спасибо Лепестки вот эти Я не знаю Нужны они кому-то нет Может быть Даже в 20 лет Если бы у меня были Эти лепестки Я бы им вряд ли Пользовался А за круиз просто Лайсевич оставлю И чтобы вы везде И в кейкары Не надо говорить Что на кейкары Не нужен круиз Нужен он везде Как говорится Едем дальше Здесь у нас табло Вот такое Расход видите Здесь у нас еще Мини экранчик есть Минус 1 Это температура Воздуха за бортом 10 литров Это средний расход топлива Он не скидывается Когда заправляетесь То есть Когда скинули Тогда он и скинулся То есть на некоторых машинах Там каждый день Он скидывается Как на Ниссан Дейс Рукс Например На некоторых Как при заправке Когда больше 10 литров Заправляетесь Он скидывается Здесь Сами управляете Ну у меня Как вы понимаете Это я по трассе Я проехал Там сколько-то тысячи Там пару-тройка тысяч километров И сейчас по городу Средний расход Трасса город 10 литров А так по трассе Ну кто не смотрел Посмотрите Обязательно перегон Этой машины В районе 8 литров Иногда 7 с половиной Иногда чуть больше Меньше Но вот в этом районе Что у нас тут переключается Ну вот время есть 4.08 Не настроены часы Это сколько можно проехать На этом топливе Вот 100 километров Это опять расход Это мгновенный Видимо расход Тоже расходомер Но заморочились Тоже субаровцы Почему они сделали Расходомер Они целую эту отвели То есть здесь Температура двигателя Кстати Она здесь не показывается То есть Это привычная стрелка По идее Субару Раллийная машина Кроссовая Ну блин Это должно быть Просто на уровне Вот этого Субару Да Что ты едешь Что у тебя все Здесь все важное есть А температура двигателя Ну это важная Такая часть То есть Вы узнаете О том что кипите Уже когда красная лампочка Загорится Да Уже когда там Все будет зашкаливать То есть Как она поползет вверх Эта стрелка Вы не увидите Почему так сделали Субаровцы Я не знаю То есть Расходомер Что-то поставили А также Не очень еще приятно Здесь что зеркало Стоит Самое обычное Да Такое Прям как Блин Я не знаю В Жигулях А не Оно не самое обычное То есть Смотрите Здесь есть Это переключалка То есть На ночной режим Есть Но все равно Даже Я говорю В Nissan Days Rux У меня было Автозатемняющиеся Это вообще Очень приятная Опция такая Лобаж здесь Мениный КМК Надеюсь Я не сильно ору Но все это С шелкографией Со всеми Вот этими делами То есть Датчик Дождя Здесь есть Здесь короче Смотрите Выведено у меня Под регистратор Регистратор любезно Прошлый хозяин Забрал себе Был стоял Антирадар Здесь тоже Выведенный Вон проводочек Еще торчит Я его отрезал Естественно Продам его на авито Потому что машину У меня покупать Не хотят Быстро Быстрым Я бы его Он у меня Два месяца Здесь по-моему Висел Есть пить не просил Но я его сейчас Снял Здесь у нас Что Подочечник Весь салон Застелен Вот такими Прикольными Подстилочками То есть Чтобы ничего Не бренчало Ничего Не царапало То есть Все везде Здесь тоже Вот Но это родная Ладно Не будем прыгать С места на место Очечник Понятно Свет Право Лево Это при открытых Дверях Чтобы открывался Здесь у нас Я так понимаю Микрофон Для вот этой связи Присутствует Заглядываем за руль И здесь видим Заветная кнопочка Управлять машиной Очень удобно Просто Я просто без ума От этой функции Тоже Вот как круиз-контроль Очень нужная функция Вот этот запуск Без ключа Доступ без ключа Я не люблю На самом деле Вот эти Постоянно что-то Лазить в карманы Там в сумке Это чик-чик Доставать Вот Ты подходишь к машине У меня Мне везет Последние машины У меня все такие У меня там От двух машин Да Вот здесь сейчас Ключи лежат И все Я даже не парюсь Я никогда их не достаю Просто подходишь к машине Нажимаешь вот эту кнопочку Блин Где ключ Нажимаешь вот эту кнопочку Все Она у тебя закрытая Да А и кстати Открывается машина Здесь не кнопкой Здесь Определенный есть сенсор То есть Вот смотрите Подносишь Когда руку Все Она сама открывается Здесь даже кнопку Не надо открывать Но это тоже Никому не нужна функция Хотя вот смотрите Подсветка Ну многие любят Вот это дело Но я в эти зеркала Никогда не смотрюсь И ничего туда не ложу Даже никогда Здесь у нас подогрев То есть Лоу хайд То есть Посильнее Поменьше Греть Это у нас Под какие-то мелочи Здесь возможно Какая-то кнопка Я не знаю Бывает Если у кого-то есть Максимальный аутбек Какая-то кнопка Здесь бывает Или нет Я не знаю Здесь подстаканник Прорезиненная подошва Извиняюсь Что не кристальная частота У меня здесь Убирается перегородка Все закрывается Это вот большой Под булку хлеба Такой Бардачок Смотрим Что здесь есть Розетка Есть одна В дополнении К той Которая вот здесь Находится Вот Здесь заглушка У меня вставлена Также есть USB И также есть AUX Видите Все что нужно Для счастья Современному человеку USB и AUX Но Также в этой машине Можно показывать фокусы А именно Здесь двойной Видите Две кнопочки Большую кнопочку Это большой Подлокотник Открывается Маленькую кнопочку Это маленький Подлокотник Открывается Здесь какие-то Книжки Поместятся Какие-то бумажки Все это Вот так вот И закрывается Такие машины Сейчас стоят На вторичном рынке В районе Там Вот По Новосибу Миллион Миллион Триста Цены Взлетели Вообще В небеса Я купил Чуть дешевле Ее Но Если вы смотрели Покупку Если вы следите За моим каналом Если вы крутой чувак Ставите лайк Всегда мне подписывайтесь Жмете колокольчик То вы все это знаете Че и как у нас получилось Еще одна болячка Сейчас я вам ее продемонстрирую А точнее А точнее даже не еще Одна А вторая И последняя Болячка Этой машины Это Здесь вот У нее У них Вот здесь появляются Трещины Да У меня тоже В принципе Она есть Вот здесь появляются Трещины Здесь вот видите Рыжики Машина у меня Вся облитая Кстати Кузов Весь облитый Но здесь Ничего не делано То есть Заводская Точечная сварка Присутствует Герметик заводской Здесь ситуация Чуть получше Но в общем Знайте Что такая болячка Есть на этих машинах И если вы видите Там трещины То это Не значит Что она там Перевертыш Еще что-то Ну вот почему-то Вот так случается На них На каких-то чуть меньше На каких-то чуть больше Но практически Везде Все это есть Вот камера Заднего вида В данной машине Она подключена Вот к этому Андроид Замечательному Устройству И вот так вот Все показывается Но руль На руль не реагирует Хотя в принципе Здесь электроусилитель Возможно Можно было бы подключить Мофон в принципе Не глючный Конечно На какое-то время На запуск Видите Андроид Уходит Но такого Что глючный Знаете Вот на Камре Сороковках Вот эти Такие Есть магнитофоны Которые встроены Они хуже Они прям хуже Родного Хоть там и экран Все красиво Но реально Вот эти китайские Мофоны на Камре Это просто Кал полный Подключаю По блютузу Сюда телефон Переключаются Все треки На родными кнопками Здесь Ну вообще Удобно Удобно Пользоваться Что сказать Дальше идем Основной у нас Бардачок Вот такого вида Вот видите Сервисная книжка Здесь До 200 С чем-то Тысяч Обслуживали На дилере До 211 Тысяч Дальше Уже В дружественном Сервисе Как говорится Здесь Вот отдел Можно сюда Что-то положить Можно сюда Что-то положить Еще одна Флешка Выведена Тут Вот такая Вот букса Полное Руководство Legacy Outback Еще раз Подтверждается Что это Одинаковые машины Посмотрим По подушкам Безопасности Вот здесь Надписи нет Аэрбэк Но мне кажется Здесь должна быть Но в задней И в средней Стойке Есть Аэрбэги Потом есть Сидушка Аэрбэги Соответственно В руле И здесь Это у нас Это у нас Уже 8 штук Аэрбэков Ну и если Все-таки В стойках Они есть То это 10 Ну короче 8-10 Вот так Звук достаточно Ну достойный Здесь Конечно Лучше Чем в Кейкаре Потому что Здесь толще И тяжелее Двери В общем Все звучит Это здесь Классно По минусам Машины Вот реально Даже Я не знаю Но там По цене Плюс-минус Минус Это знаете Что Типа Это универсал А стоит Он как кроссовер Но по сути Это и есть Как кроссовер Он и высокий Как кроссовер И колеса Здесь такие же Большие Ну вот Как бы универсал Низкая крыша Получается Возможно Кто-то У кого-то Андатровая шапка Может не влезть Вот это Вот Вот он Минус Это я прямо сейчас В реальном Времени С вами Рассуждаю Кстати Климат-контроль Я не показал Здесь В машине Достаточно Жарко Все это Здесь регулируется Кнопочками Тоже Ничего не глючит Все классно Вот можно Спасибо сказать Двойной Климат-контроль То есть Можно пассажиру Потеплее Выставить Если что Бардачки На ключ Не закрываются Зеркала Достаточно Большие Ну Не маленькие Вот на форике СГ До рестайлинговой Которые Там реально Малюсики Такие Как на импрезе Стоят зеркала Маленькие На рестайле Уже поставили Большие Здесь Такие же Примерно По размеру Как на рестайлинговом Форике То есть Нормально Коробка Вариатор То есть Это первый кузов Аутбека На который Поставят Вариатор Вообще Никаких вопросов Нет Машина Гребет Всеми клапами Просто Она метет Вообще Никаких вопросов К вариатору Нет Вот этими Диапазонами Я не пользовался Но сейчас Поедем Покатаемся Может я Их включу Покажу вам Как это происходит И что мне нравится Вот черный салон Это очень практично Кожаный Даже в ремонте Даже Те же Перекупчики Они меня поймут Я не знаю Что Самая дешевая В ремонте Машина Вот салон Это черный Кожаный салон Которому Очень легко Подобрать материал Чтобы не выделялось Допустим Какой-то элемент Если Нужно поменять Вставочку И потом Даже видно Ничего не будет Никого Ничего смущать Как говорится Не будет Друзья Перед тем Как прокатиться Я вам по традиции Вы знаете Я всегда показываю Когда машины Осматриваю Нищие автомобили Сейчас я вам покажу Вот 10 лет машине 10 лет она каталась Вот По западному региону Не Москва Питер Но западный регион Все равно Реагенты Не реагенты Вот смотрите И сегодня Люди Первый раз У меня смотрели Эту машину Я ее продаю Им не понравилось Вот это То есть Видите То есть В выхлопную трубу Все вам покажу Смотри Почему Где-то Можно Не поменять Ну она Все Да Все Зря Я ее Его меняли Удар был Сюда Вот Скорее всего Его меняли Он поэтому Другой Валент Что поржавчине не нравится Да Нет Нет Семь вот это Не понравилось Вот защита Ржавая Я так понимаю Вот эти Задние крылья Ржавые Хотел поснимать Там на подъемнике Но там темнота Такая Что нифига Не видно Но здесь Все в пластике Видим Идет Выхлопная труба Остальное Все в пластике Также С другой стороны Глянем Но тоже Здесь Нифига Не видно Все Пластиком Закатано Так А спереди Да Тоже Все в защите Все в пластике Е-мое Ну так Все равно В достойном состоянии Ничего оборванного Нету особо Только на заднем бампере На заднем бампере Вот здесь видите Трещина такая Имеется А так Все остальное Четко Через 600 метров Скакать по нашим ямам Одно удовольствие На этой машине Конечно Гораздо приятнее Чем на Кейкаре Конечно Дороги в этом году Этой зимой В Новосибе Оставили на зиму Вообще Просто ужасно Ипподромка Наша главная Скоростная Магистраль Да Просто Она В плачевнейшем Состоянии Здесь тоже Здесь тоже Многие начинают Многие начинают ездить Очень медленно Там 40-30 км в час И тебе хочется Просто их всех перепрыгнуть Если на Кейкарчике Ты такой едешь Спокойно На чили На расслаборе То тут ты едешь И знаешь Что блин Ты можешь ехать Реально быстрее Тем более Кейкарчик У меня Передний привод С липучкой А здесь Полный привод С шипами Да И вот такие Огромные колеса В два раза Наверное больше По поводу Уважения на дорогах Я особо Такой статистики Не веду То есть Что там Пропускают Не пропускают Я в принципе На всех машинах Включаю поворотник Потом Кручу руль И все нормально Получается В итоге Места на дороге Хватает всем Да Вот смотрите Как действуют Эти лепестки Переключаем В М Коробку передач У нас появляется Вот первая скорость Все Машина Ну точнее Первый диапазон Все таки Все До 3000 Крутим Хоп Вторая То есть Машина сама Не переключается Вот третья Я думаю Где-то Она в максималке Там конечно Переключится Четвертая На Айнбоксе У меня 7 диапазонов Тут еще Блин Фиг где проверишь Нормально Свет фар Здесь Ксенон Стоит И туманки Светят Достаточно достойно Хотя Честно сказать Конечно На кейкарах Вот эти Современные фары Они чуть получше Наверное Светят Я не знаю Еще как Светодиодные У меня еще не было Светодиодными Лед фары Но вот эти Ксенон На кейкарах Чуть получше Но здесь тоже Отлично Не как слепой котенок Ну и Что характерно Здесь Ты не слепишь Встречку Хочу рассказать Еще про одну Ну наверное Болячку Не такую распространенную Но она здесь есть Покупал я такую машину Несколько лет назад Покупал в Москве В районе 600 тысяч рублей Вот цены-то были Да ребята Тоже один с полгода Тоже черная На черной коже Еле доехал С Москвы Блин Такие дороги Конечно иногда Просто за голову хватаешь Еле доехал На ней До своего гаража Из Москвы Там Три с чем-то Тысячки километров Реально Машина уже Знаете Так двигалась Как будто на механике Сцепление бросаешь То есть Начинало Подзаглахивать Как-то Ну в общем Вообще нестабильно работать Что-то с Карабасом Не то Начал гуглить А Появилась ошибка Я считал ошибку Надеюсь Я сейчас Все это найду Где-то в телефоне И вот здесь Где-то я вам покажу Ну все Думаю попал Звоню по таким Неофициальным Субару центрам Но я думаю Они собаку съели На этих машинах Типа Субару Ну что-то там В общем Субаровские Да И внимание Знаете Что мне говорят Обратитесь Говорят К официальному дилеру Я вот это Не ожидал Как же там услышать Неужели там Только колодки Хорошо Из масла Матюль заливают Не знаю Не знаю Официалам я конечно Звонить не стал Потому что Сами понимаете Да Я финансы Люблю считать Особенно Если это Свои финансы Там есть Соленоид Который Выходит из строя И его нужно Перематывать То есть Что-то там Сгорает Или что-то Такое В принципе Я мог решить Вопрос За 100 рублей Ну Представляете Если бы К официалам Да Поехал Что бы там Была Коробка На Subaru На Outback Еще и вариатор Просто Вот так вот Мог в районе 100 рублей Решить Но мне пришлось Бы самому Перемотать Но это жесть Там такая Тонюсенькая Проволочка Просто вообще Как волосинка Я бы реально Не смог Отдал я Тысячу рублей Ребятам Которые Занимаются Профессионально Перемоткой Электродвигателей Вместе С проволочкой Все у них Было То есть В принципе Ребят Знаете Что такая Проблема Она существует В принципе Достаточно Легко Решается Какой-то Соленоид Что-то Начинает Тупить Начинает Плохо Трогаться Плохо Ехать Машина Не забывайте Гуглить В гугле Много Есть На каких-то Форумах Замечательный Сайт Drive2 Есть На котором Очень часто Вот прям Очень часто Там именно Гуглятся Решения Лайфхаки Всякие Для нас Для простых Автолюбителей Потом я на машине На этой Достаточно Долго Катался Ну как Долго По перекупским Меркам Наверное Не знаю Пару месяцев Точно Катался А или нет Почти год Наверное Я на нем Катался Что-то Да Долго Я на нем Почему-то Ездил Я не знаю Почему Вот даже По этой машине Я смотрю В городе Они продаются Автотека Вроде здесь Достаточно чистая Такая Без какого-то Криминала Не знаю Вот реально Первый раз Смотрели Вот мы когда Его осенью Пригоняли Там в октябре Кажется Да мы его покупали Сегодня Начало января Первый раз Посмотрели машину Цена Практически Одна из самых Дешевых Была вообще Самая дешевая Сейчас Я чуть поднял Пошел уже Лайфстайл Такой Разговорчики Такие Я конечно Такую погоду Не люблю Вот такую погоду Я очень Не люблю Когда все Тает Все летит Ё-моё Блин Машина вся Грязная Будет Благо Я надеюсь Сегодня На вечер У меня Запланирована Встреча Я Заменяю Ее На другую машину Тоже черную Тоже в хорошей комплектации И с хорошей доплатой Для того Чтобы не пропустить И эту историю Подписывайтесь Обязательно На канал Ставьте колокольчик Какой-то профессиональной Перекупской деятельностью Я бы не скажу Что я занимаюсь Что я там Постоянно Вот на этой движухе Ну сейчас Пока так На Чиле Просто съездили Съездили Но на запад Желания нет Если честно Ехать Сейчас вообще Жесть Сейчас цены Непонятные В Москве Дороже Чем в Новосибирске Где-то по регионам Там искать Не знаю Короче Как-то не очень Как-то С Владиком Поспокойнее Может там И заработать Меньше Можно да Ну там во-первых Машины как-то В них более уверенно Во-вторых Поспокойнее да Когда ты приехал Либо там на рынок Да выбрал Либо День в день Там Либо Не знаю По объявлениям Также купил Либо Надежные Есть поставщики Как у меня Тогда у них Ну что ребят Спасибо огромное Всем Кто смотрел Этот обзор Если вдруг Что-то важное Я не добавил Обязательно Пишите в комментариях Закреплю Самый полезный Комментарий Также Как вы знаете Я всегда С вами общаюсь Всегда отвечаю На коннекте Так сказать С подписчиками Давайте парни Будем на связи Всем Огромной Удачи Здоровья И пока Камеру Вырубай Блэд Бутила Субтитры